Привет танкисты, с вами 40 тонн и настало на моем канале время партнерского видео. Видео не от случайного фаната, а от автора хорошего танкового канала, который я обнаружил недавно. Канал только развивается, но я надеюсь вам понравится этот бой на чафике из рубрики Знак Классности Мастер. Представляю вашему вниманию игрока Хомиш Офишел. Привет всем танкисты и сегодня у нас новое видео в жанре Знак Классности Мастер. И как вы поняли наш главный герой сегодня это М24 Чаффи. И вот буквально на 13 бой на нем я втащил мастера, эксперта СССР. Разведчика, я вообще просто прекрасно отыграл, 2100 с чем-то опыта. Ну вы увидите в конце боя, лог после боя. Так, я поздно понял, что нужно немножко потише сделать. В начале я естественно иду светить, без этого никуда. Чаффи же светляк, как ни крути. Тем более к десяткам попал, тут по-другому вообще никак. Дальше в этого камушка не стоит ездить, когда светишь. Ну если на Чаффи, потому что у Чаффи хороший обзор. Вы видите сами, как получается хорошо светить. Те же десятки, та же Т-62. Все танки свободно светятся. Немножко я пострелял по КВ-4. Может пробью, думал. Попал за свет и решил уезжать. Скинулась немножко по мне арта. Ну это бесполезно. Вообще перезарядка на Чаффи побыстрее, чем 2.94, потому что у меня еще не 100% экипаж здесь. Она чуть медленнее, чем должна быть. Она должна быть где-то 2.8, может даже меньше. Потому что у меня 93% идет заряжающий. Собственно я увидел, что никто не поехал у нас в кишку. Один левся сюда среагировал. Пишу нужна помощь, показываю на квадраты. Никто не реагирует. Думаю, ну ладно. Выехал подсветить. ИС-3 попадает в засвет. Скинулся по нему, естественно, тоже не пробил. Тяжко немножко без голды пробивать. Заряжаю голду. Чтоб хоть пострелять, потому что я понимаю, что будет здесь тяжело. Придется пострелять. Приехал Бетчат. Попадает 263-й объект. И тут я вспоминаю, что для эксперта СССР мне нужен именно этот объект. Ну и смотрите, что происходит. Летит в него урон. 500 урона. 600. Без проблем уже. Лев хочет его убить. Не даю я льву. Очень так. Не тактично. Но, тем не менее, лев выехал, чтобы забрать фраг. Поплатился за это в какой-то мере. Покоцал ИС-3. Я рамотно довольно-таки. Хотя, да, я не выцеливал. Но уж извините. Слишком напряженная была ситуация, поэтому я не выцеливал. СССР я проигнорировал, но потом подумал, что все-таки стоит вернуться. А ведь мог, в принципе, убить ИС-3, но ничего. Пытался выцелить Т-69. Т-69 из засвета ушел. Точнее, из засвета. Фоша коцает. Все, я вижу маншот. Нужно что-то делать. Таранит его Фош. 18 хилсов. Получается, грамотно занять позицию и застелить Т-69. Но Фош был на КД. Понятное дело, что я спас Фоша. Скорее, не застелил даже Т-69, а помог Фошу. Далее, еду с Фошем в кишку, потому что в городе уже прорашили. Смысла здесь не рашить. Просто я не вижу, нужно делать что-то. Тяга отличная у Чаффи. Без проблем всякие горочки, все препятствия преодолеваются. Тут грунт какой-то был напряженный, поэтому не получилось заехать на эту горочку. Ну ничего. Втащить она нам не помешала. Подсветил я арту. Лорка 155-51. Закидываем ее снарядами. Фош промахивается, но я добираю лорку. Три фрага есть. Арта не считается. Зачет, поэтому у Орлика не было. В этом бою. Но это еще не конец. Полторы тысячи урона есть у нас. Что прекрасно просто для светляка. При том, что попал он с десятками. А кто-то еще жалуется. Вот, мне к нему начали к десяткам. Что же делать в таком бою? Пытался я на ходу попасть в лорика. Переживал, что лорик меня убьет. ГВ тигра. Думал, может получится убить. ГВ тигра уже закидали. Бесполезно. Вначале думал, что лорик за мной поехал. Но нет. Поэтому я дальше прятаться не поехал. Поехал помогать Фошу. Фош была опасность. Лорик, в принципе, мог его убить. И я его поджигаю. И все. На этом бой заканчивается. 1750 урона. Разведчик, эксперт СССР, мастер. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok